Привет, ребята из Стамбула! Как ваши дела? Как настроение? Как погода? Мальчиши спят? Мюджвиры будут делать. Чем занимаетесь, девочки? Пишите в комментариях. Мальчики, не обижаем девочек. Пишите в комментариях. Девочки, я не делаю видео на заказ. Верьте в чудеса и чудите сами, если хотите чудес. Но не забывайте о последствиях. Кто понял, тот понял. Как дела, ребята? Привет из Стамбула! Чем занимаетесь? Магазины открываются. Ветрено, прохладненько. Видите, даже мужчины одевают эти. Казак и хорка. Прохладненько, потому что ветер холодный. Ночью под одеялом спала, замерзла. Под пике. Надо прям ватничек. Ну, я же уже убрала. Зимнее одеяло убрала. Поэтому машины. Машины все в подарках. Кто-то помыл, кто-то не помыл. Сразу понятно. Ждем мин-э-мин. Этот. Меджвер. Кому интересен рецепт меджвера, у меня есть ссылка на видео. Я оставлю в комментариях и видео под описанием. По поводу турецких блогеров, мое мнение, тоже видео оставлю. Ссылку. Я рассказываю о своей жизни, о своей семье. О замуж за турка в сарай. Девочки. Поэтому не обижайтесь, мои хорошие. Девочки. Будьте взрослыми девочками. Не верьте. Читайте сказки. Но, как говорится, будьте начеку. Не все ж в жизни так все сладко и гладко. Если вы думаете, вы переедете в другую страну, и у вас там будет все хорошо. Вы в своей стране живете. Вы имеете достаток, чтобы приехать в чужую страну. Вы на какие шиши будете жить? Ну, если вы замуж приехали, это одно дело. А если вы бизнес хотите открыть, вот вы в Турцию хотите приехать, открыт бизнес. На какие шиши? Значит, вы привезете какой-то капитал, правильно? Чтобы открыть фирму. Вы же как иностранка будете открывать? Или вы найдете гражданина Турции? С ним договоритесь, откроете. Да? Есть же разные нюансы. Вы думаете, что в Турции все так легко и просто? Если в вашей стране тяжело, то в Турции будет все как по маслу. В Турции все по закону. И вы будете платить налоги. Независимо, вы гражданин или иностранец, вы все равно будете платить налоги. Понимаете? А не будете платить налоги, вас депортируют. Либо, если вы гражданин, может, вы вступите в брак, вы же не сразу получите гражданство. Турецкое. Я вам рассказывала. У меня же тоже есть видео. Вы не смотрите, девочки, вот вы не смотрите, видать, мои видео. И не мотаете себе на ус. Как говорится. Если бы вы смотрели мои видео, у меня столько видео, тысячу с лишним. А вопросы одни и те же. И что же я буду видео снимать на одни и те же вопросы? Посмотрите, покопайтесь. В плейлистах столько достаточно. Там всего можно найти. В плейлистах. Можно открыть плейлисты. Посмотреть. Девочки, мальчаше спят. Все, не буду отвечать на эти вопросы. Я не знаю. Я рассказываю о себе. О себе любимой. Все. Мой канал о себе любимой. Как здесь живут русскоговорящие, турецкие блогеры? Я вообще не в курсе. Вот иду по улице, показываю вам. А вы смотрите и делайте выводы. Не знаю. На заказ видео я не делаю. Советы? Не могу давать советы. Потому что у каждого должна быть своя голова. Откуда я знаю, с какой целью вы будете приезжать сюда, в Турцию? Какой у вас капитал? Какую вы цель преследуете? Я вас знать не знаю. Как я могу давать вам какие-то советы, рекомендации? Вы можете смотреть жизнь в Турции и делать соответствующие выводы. Если есть какие-то вопросы, обратитесь к специалистам. Хотите недвижимость в Турцию купить, обратитесь к специалистам. Хотите какую-то бизнес открывать? Также есть специалисты в Турции. Как русскоговорящие, так и турецкие. Все. Иду по улице, вижу МЛАКЧИ, показываю вам, какие цены на данный момент. Специально что-то ходить, куда-то ехать. Я, во-первых, не в том возрасте. Во-вторых, я же говорю, мой канал обо мне любимый. Все. Вы смотрите и делаете какие-то выводы. Какие цены на хлеб, тоже показываю. Допустим, раз в неделю, но я показываю цены. Поэтому, девочки, пожалейте меня, старушку. Ну, жду, сейчас эта духовка нагреется, и буду это печь. Меджверчики. Ой, красавица. Старушка-то красавица. Смотрите. Ой, Маруська, мам, фампуска. Значит, и спят. Школу же нету. Все. Ой, какой красивый, девочки. Кто купил? Никто же не написал. Вот я посмотрела ваше видео и побежала в Вайкики и купила себе тоже такую же блузочку. Или такую же кофточку. Вот никто. Ваула. Никто не написал мне. Я ни одного такого комментария не прочитала. Что я посмотрела, и мне понравилась вот такая эта. А смотрю на сайт, что нету. Именно вот такой вот тунички нету. Это в туничках. В туничках, девочки. Это не блузочка. И не тишорт. Это именно отдел туник по-турецки. Там как по-русски будет, не знаю. По-русски в Вайкики сайт тоже я видела. Ну, я так сильно не копошилась. Потому что, что, я же там все равно не куплю. Я свой турецкий. Проштрудировала, да, дыр. Все, везде все знаю. Но там тоже, знаете, добавляются. Что-то убирается, что-то добавляется тоже. Там столько товару. О-о-о, смотреть не пересмотреть, девочки. Товару много. Только, только отстегивай. Ладно, мальчиши спят. Не будем им мешать. Сейчас быстренько бичверчики на... Налеплю. Ну, я уже их налепила. И это... У меня свекровь тоже так делает. Я у свекрови что, взяла? Сухарики. Сухарики. Я раньше муку добавляла. А она говорит, сухарики надо. Вот это, панировочные сухари. И действительно хорошо. Но я еще манку добавляю. Манку. Можно юлаф из мессии измельчить в муку тоже. Ой, это такая шикарная. Я не знаю, я без очков, конечно, смотрю сейчас на себя. Ну, прям... Патрисия Касс. Патрисия Касс, блин, нервно курит. Девочки. Ну, красотка же. Крас... Ма! Персик. О! Мне просигналили, девочки. Ладно, жду. Не обижайтесь, роднотки. Обнимаю вас всех. Кто отдыхает, приятного отдыха. На моря, на моря. Ой, господи. Вот живу на моря, никогда же не купалась. Так я же уже сейчас и не могу купаться-то. Не могу. Это... Это же у меня нога. Это же мне надо какую-то обувку одевать на ногу, чтобы в моря-то зайти. В моря, океаны. Да мне, если честно, и не хочется. Я же не в каждое... Не в каждое моря зайду. Понимаете? Мне же надо определенное... Определенное. Ну, я уже тоже рассказывала на эту тему. Вон, люди даже в куртках ходят. Смотрите. О-о-о, кто-то в кожанке вон. А кто-то в это, в пуховичке прям пошел. Не, ну, не до такой степени, конечно. Ну, прохладненько, прохладненько. Вот хырка все ходят, хырка. В общем, давайте ждем. Мальчиши спят. О-о-о, девочки, смотрите, у меня сколько. Позарастали. О-о-о, здесь тоже, смотрите, бутончики. А клубника прет. Ой, наверное, точно ведро соберут. Смотрите. Шоцы, шоцы. И вот это тоже, видите? Ой, много, девочки. У соседки смотрю цветочки такие красивые. Но снимать не буду. Соседку-то зачем снимать? Я ее даже не знаю. Если б я ее знала, я бы сняла. Ой, девочки. Ну, видать, кого вы смотрите русскоговорящих на территории Турции? Это значит, у нее все шикарненько. Она же поделилась своим опытом. Значит, ей все легко и просто. Как бы подфартило, понимаете? Шанс. Фортуна улыбнулась. Поэтому она поделилась своим опытом. Значит, у нее так все легко и просто. Не знаю, мне ничего в жизни легко и просто не давалось. Не знаю. Может, потому что я консервативный человек? Поэтому так. Птички. Наверное, где-то вылупились. Ой, всем здоровья, девочки. Всем здоровья. Не болеем. Давайте ждем бюджверчики. Здесь в Турции цены на продукты. Это в разных регионах разные цены. Понимаете? Где-то помидоры по 5, а где-то помидоры по 15. В Стамбуле, конечно, это же мегаполис. Здесь все дорого. И тоже зависит от района. Если у моей свекрови подешевле на базаре будут, те же помидоры, у меня все равно будет подороже. Понимаете? Все зависит не только от города, но и от махали, в которой вы живете. Сетевые маркеты, конечно, все одинаковые цены. Разницы нету, в каком городе, в какой махале вы живете. А вот базарные цены и вот эти вот бутики. Бутики вот эти маленькие. Вот кто в чем, видите, ходит? Кто в маечках, кто в ХРК, а вон там и в куртке я вижу. Кто в чем, видите, ходит? Потому что у всех тепловой баланс разный. Это точно так же, как и у вас, и у меня. Да, кто-то смотрит, видит черно-белое, а кто-то цветное. Ну, мне кажется, с позитивом. С позитивом нету базара, видите? Базара нету. Мужчина идет в пустой тележка. Но он, видать, в шок идет. Сейчас посмотрим. Нет, он домой идет. Нету базара, видите? Он пошел, посмотрел. Базара нету, пошел домой. Ну, там, купил, наверное, в Киме. В Киме-то здесь подешевле. Тоже фрукты, овощи. Тоже сетевой маркет. Все. Все, ребят, ждем меджверчики. Меня, знаете, что удивляет? Удивляет, когда девушка русскоговорящая, а муж у нее турок. И турок... Ну, и тоже вот она снимает видео, да? Я не называю конкретное имя, потому что на эту тему есть достаточно много. Даже мой муж высказывался. У каждого турка мужчины, наверное, исходя тоже из своего опыта, свое мнение на ту или иную ситуацию, да, по жизни. Тоже же кто-то там 10 лет живет, мы 25 лет вместе живем. И он же говорит, мой муж, что жизнь в браке с иностранцем или иностранкой, и тем более на территории, вот, мой муж жил и на моей территории, да, 15 лет он жил. И вот сейчас я здесь живу. Да? Там я за него ответственность несла. Ну, какую ответственность? Я разрешение давала, что на прописку, да? Я говорю, будешь себя плохо вести, не дам разрешения. И все. И аля, улюга, не гусей. Ну, шучу же, господи. Как-то же надо было меры по воспитанию мужа. Ой, без очков вообще. Мне кажется, что все красиво. А если очки сейчас одену, здесь, наверное, столько крошек. Не вижу же сейчас эти крошки. Очки одену и морщинки буду видеть на лице. А так-то без очков. Красавишная. Вот. Вот вам. Вы сейчас на меня смотрите, думаете, господи, какая страха людям. Я же еще без крема. Без крема так лицо водичка побрызгала. Проснулась, водички попила, побрызгала. И быстренько медвежчик наляпал. Что вот я говорю, что мужчины, турки, женатые на русскоговорящих, хаят своих турчанок. Вот это мне удивляет. Вот это удивляет. Конечно, между турчанкой и русскоговорящей это, если не будет разницы, это будет парадокс. Естественно, есть разница. А зачем вообще сравнивать турчанку и русскоговорящую? Мне вот это непонятно. Зачем мой муж, у моего мужа нет опыта жизни в семейном браке ни с турчанкой, ни с какой-то другой нацией. У него есть опыт жизни. Он может только смотреть на свою маму турчанку и на меня, свою жену. Но это разные же вещи мама и жена. Да? Ну, так как ему уже 50 с хвостиком, мужу-то, он может сравнивать отношения своих родителей и отношения семейные, вот эти отношения наши. Он только это может сравнивать. И то он говорит, ну, мама же, мама же говорит это, необразованная женщина. Чего ты типа с ним можешь взять? Хорошо, я говорю, даже если необразованная женщина, это характер. Характер. Это семейной жизни особо образованность не нужна. Семейной жизни на первом месте характер. Вот. Ну, естественно, это же его мама, он ее будет защищать. Это нормально. Если бы он ее не защищал, я бы тогда даже спросила, почему ты ее не защищаешь? Это же твоя мама. Какая бы там она, родители не выбирают. Все. Это нормально. Я к чему говорю, что мужчины-турки, если имеют жену какой-то другой нации, другой религии, они хвалят. Хвалят. Я еще сомневаюсь. Может, это перед женой он так хвалебные оды поет жене. Потому что я знаю такого человека. К маме приходит, про жену гадости говорит, к жене приходит, про маму гадости говорит. Тоже знакомы с таким человеком. Турок. Турок. Но это тоже характер человека. Понимаете? А есть такие люди, которые и с мамой язык на замок, и с женой язык на замок. Все. Мой муж всегда говорит, тебе что, говорит, удовольствие доставляет, когда ты это, про моих родственников какие-то гадости рассказываешь. Вот действительно, мне же это удовольствие доставляет. Девочки, вы же. Ну, а что? Доставляет, а мужу-то это неприятно. Поэтому я рот на замке держу. Рот на замке. Ну, мы же все человечные. Человечные человеки мои. Понимаете? Естественно. Я говорю, хорошо, ты мне ничего про вот этих людей не рассказывай. Я у них, я у тебя ничего про этих людей не буду спрашивать. И это я сейчас не о родственниках. Вообще. Вообще о людях. Каких-то людях. Друзья, родственники. Это все в эту категорию попадает. Обобщаю. Поэтому, девочки, если у кого-то вот так вот подфартило, это не значит, что вы приедете, у вас тоже так же будет. В разных ситуациях могут быть разные результаты. В одной и той же ситуации, но могут быть результаты разные. Нужно исходить, исходить из, понимаете, кто-то мягко стелет, но жестко спать. А кто-то, блин, жестко стелет, но мягко спит. Поэтому у каждого своя жизнь. И поэтому я вообще терпеть не могу, когда сравнивают. А вот у той-то, а вот она-то. Это как мы сюда приехали, и пришел старший брат в гости. Естественно, столы-то это я накрыла. Он говорит, а это картошку ты сама жарила? Я говорю, ну а кто? Ну а кто? Ну я его не поняла. В смысле, картошка, ты сама ее резала и жарила, или это готовая картошка замороженная, ты ее только взяла и пожарила в масле. Он это имел в виду. А я-то не поняла его. Я говорю, да, сама порезала и пожарила. Он говорит, странно, а как ты это делаешь? Я говорю, а тебе зачем? Ты будешь это дома делать? Я, естественно, через Айбина, через мужа это с ним общалась. Он зачем это, спрашивает рецепт? У него сейчас сюда зайдет, отсюда выйдет. Зачем? Лишь бы бла-бла-бла? Или он действительно хочет? Нет, говорит. Он, он говорит, почему спрашивает? Потому что его жена, турчанка, это, тоже, говорит, картошку сама чистит, жарит, но у нее, говорит, так не получается. Я говорю, если интересно будет, он все равно, говорю, не запомнит. Если действительно он хочет, на бумажке можно написать. А если просто так бла-бла-бла, впустую, я не хочу говорить. Все, он меня понял. Ну, обиделся, не обиделся, я не знаю. Ну, я вот такой человек. Просто бла-бла-бла, впустую, мне это не интересно, девочки, честно. Все. А с другой стороны, я сразу показала свой характер. Понимаете? Я не буду мягко стелить, это, мягко стелить, жестко спать. Я так не хочу. Я хочу вот как постелила, так и буду спать. Все, жестко постелила, значит, жестко буду спать. Мягко постелила, значит, мягко буду спать. Все, я хочу конкретики. В общем, бла-бла-бла, опять впустую. Сейчас мы дверчики сделаем. Смотрите, девочки, ребят, смотрите. Ребят, мальчики и девочки. Видите, они форму нужную приобретут. Вы не бойтесь, что они такие сикоснаксы. Они будут нужной формы. Вот, видите, девочки, уже урюк продается. Урюк, по-моему, это, да? Очки не одевают. Видите, базаров нету, поэтому много заказов. Фрукты, овощи, манавщики, много сейчас. Сейчас хорошие бабуси сделают. Бабуси и дедуси все сейчас сделают. Дыни, арбузы, вон, смотрите, такие шикарные арбузы, овальные. Ой, я так люблю оваль. Ирик, по 20, что ли, девочки? Зеленый вот это, а луча. Авокадо, вон, ананасы, бананы, урюк. Смотрите, набирают, девочки. Ой, я так люблю урюк. Клубника по 17, а клубника что-то меньше 15 и не падала. шикарная клубника в ящичках. Это сейчас может этот пекарни забрать для тортиков, для выпечки себе. Вот эти ящички маленькие. Ой, урюк такой шикарный, смотрите. Он еще зеленоватый у меня еще. Урюк-то, вот, урюк. Это урюк, скорее всего, не абрикосы. Или абрикосы. Не знаю, девочки. девочки, мальчики. Хочется урючка. Урючка? Ладно, посмотрим. Медвежки готовы, ребята. Портакал сую. Апельсиновый свежевыжатый сок. Это мой чаек с лимончиком. Сосисочки. Завтрак. Завтрак готов, девочки. Пойду кушать. Приятного аппетита. Всех благ. Всех вас обнимаю. Люблю. Салютую из Стамбула. Хорошего дня. Отличной недели. Ой, слюнки текут. Ребят, пока. Салютую. Спасибо за субтитрым. Да. В�ф. Надо субтитры,